Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин Семенович, Олег Североков. Следующая точка ТР2. ЕМЕНИ участвует всегда при всеразличных проявлениях болезней, которые проявляются в нашей подмышечной впадине. С правой стороны и с левой стороны. Помните об этом. Ну и уже мы видим, как движется меридиан тренового обогревателя. И мы видим, что меридиан тренового обогревателя контролирует подмышечную впадину. Здесь, как всегда, мы скажем, что не может только один меридиан тренового обогревателя контролировать подмышечную впадину. Здесь проходит еще меридиан сердца, меридиан легких, меридиан перикарда, меридиан желчного пузыря. Меридиан, как ни странно, здесь почек у нас проходит. Меридиан поджелудочной железопечени. Вот уже сколько меридианов мы назвали. И если человек не ведает, в каком состоянии эти меридианы, помочь всеразличным воспалительным процессам, которые отражаются, допустим, в подвыжечных лимфоузлах, будет неразумно. Поэтому данная точка нам в помощь, ну и, конечно же, в помощь диагностика 12 меридианов, которая именно и подчеркивает состояние подмышечной впадины. И этих меридианов, которые контролируют подмышечные впадины, воспалительные процессы в лимфоузлах. Дальше. Фурункулез частенько воспаляется, скажем так, частенько собирается там гной. Это то же самое состояние этих меридианов. Чем слабее эти меридианы, тем больше, либо чаще будет воспаляться подмышечная впадина и проявляться фурункулез. Ну и, конечно, частенько нам говорят неправильно гигиена. Конечно, каждый человек сам за собой следит. Ему тут будут делать выводы, как он должен, скажем так, относиться гигиенично к своему, с твоей подмышечной впадиной. Но помните, что состояние тех меридианов, которых вы услышали в нашей лекции, обязательно. Почему? Потому что вы не сможете помочь ни одному человеку, который обратится к вам с различными воспалительными уплотнениями, нагноениями, вот, скажем так, воспалительные процессы лимфоузлах и не только. Необходимо знать диагностику 12 меридианов. Почему? Потому что около 7 меридианов контролируют подмышечную впадину. Но на первом этапе точка ТЛ-2 и мы вам в профилактику. Вы можете укреплять один из меридианов, из 7, которые контролируют подмышечную впадину, тем самым не только укреплять данный меридиан, но и бороться со всеразличными болезнями, которые проявляются в подмышечной впадине. Данную точку желательно всего активизировать, дабы призывать энергию, которая поднималась по меридиану, протекала дальше, что и наводило порядок. Но диагностика обязательно. Спасибо за внимание.